Здравствуйте! Участковая избирательная комиссия 3047. Откроете нам дверь и делите пару минут. Напомнить, где находится участок и узнать, нужно ли предоставить возможность голосовать на дому или по месту нахождения. С начала августа представители участковых избирательных комиссий начали обход домов и квартир граждан. Задача – информировать самарцев о предстоящих выборах главы региона. Встречаются и с теми, кто недавно переехал или не ходил до этого на выборы, и с теми, кто регулярно исполняет свой гражданский долг. Потому что это право, наши выборы. Мы хотим, чтобы в городе было лучше. Поэтому и ходим, и уходим на выборы. В основном люди к представителям участковых избирательных комиссий относятся положительно. Ведь это отличная возможность задать все интересующие вопросы и узнать всю необходимую информацию. Это высокопарное слово, гражданская ответственность. Но это есть. Мы все взрослые люди. Как понимаем, что от наших классов зависит, какая власть будет у нас. Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября. Участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Представителям участковой избирательной комиссии номер 3047 предстоит обойти более 10 домов и пообщаться с более чем двумя тысячами избирателей. По опыту нашей работы самое такое прайм-тайм, так скажем, время – это с половины седьмого где-то до половины девятого вечера. Тогда человек уже успел прийти с работы, поделать какие-то, может быть, свои минимальные дела и еще не успел приготовиться ко сну. Вот это вот исходя из опыта работы. Информировать горожан будут до 18 августа. Тогда закончится первый этап. Второй начнется с 28 августа. Напомню, что с 2023 года работает механизм «Мобильный избиратель». С помощью него можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальную комиссию, МФЦ или через портал госуслуги. Участковые комиссии присоединятся к этой работе с 30 августа. А заявление о желании проголосовать на дому можно подать с 31 августа. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События.